Здравствуйте! Меня зовут Савельев Леонид, уже представили, я из Академии наук, Российской Академии наук, миколог, и хочу вам представить лекцию «Грибы есть или не есть?» Вот в чем вопрос. Сейчас тема актуальная. Грибы называют лесным мясом, потому что они очень питательные и в них много веществ, в том числе и лекарственных, которые не встречаются в других организмах, например, в растениях. Есть определенный сахар, например, микоза, то есть он встречается только у грибов и больше нигде. Китайцы очень часто используют именно грибные вытяжки, потому что синтезировать такие вещества, например, против рака, против опухолей нет возможности. А мы имеем возможность собирать не настолько загрязненные, как в Китае или других промышленных странах, грибы и тем самым лечить себя. В том же самом пенке есть противопороховые вещества, которые мы можем просто так вот есть, наслаждаться и себя лечить. Также антиансигданты. Очень много антиансигдантов в наших грибах, особенно в белом грибе. То есть мы едим и сразу лечимся. В Карелии 800 видов грибов известны, то есть очень их много. В Петрозаводске сам лично изучал, возможно, скоро опубликую работу, это 230 видов грибов. То есть их очень много, они замечательные, они красивые. Фиолетовые у нас есть грибы, есть красные, ярко-оранжевые, всевозможные цвета. Так, по поводу белого гриба. Один белый гриб заменяет 500 половых тел, например, нигнеучника. То есть есть у нас грибы, которые очень мелкие, они микроскопические. Да, можно сказать, что вот у нас 800 видов, но есть определенное количество видов, около ста, которые вот важные самые. Мы в основном их и собираем. И те, которые дальше будут показаны грибы, они в основном самые распространенные и желательно, чтобы мы их собирали. Вот, например, белый гриб. Их существует три разновидности. Белый гриб березовый, белый гриб еловый и сосновый. Вот. Все эти грибы, они родственники. Вот балета садулис, это латинское название этого гриба. В последнее время с использованием уже генетического анализа подтверждено, что это один уже вид. То есть раньше считали по различным признакам морфологическим, что это разные грибы, что это вот такие вот замечательные, встречаются в разных типах леса, но оказывается, что это один вид. Далее у нас существует не один вид подберезовика, например, или подосиновика, а их много. То есть мы думаем, что вот подосиновик идем, собираем, а их оказывается много, и каждый выглядит по-разному и замечательен в разных местах обитания. Например, вот видим подосиновик красный, подосиновик, извиняюсь, подберезовик обыкновенный, подберезовик болотный белый и подберезовик черный. Их всего существует около 30 видов, то есть мы можем даже идти по лесу и не замечать их, потому что бывают такие подберезовики, которые внешне похожи на другие грибы. Вот у нас есть подберезовик такой, дальше идем подосиновик. Вот он очень похож, но хочу сказать, что это ранее было названо грибы братья, потому что они относятся все к одному роду. То есть и подберезовик и подосиновик это все род лицинум, с научной точки зрения. Ну вот они вот такие вот различные, замечательные. Также мы видим, вот есть ярко окрашенные шляпки. Это гриб так реагирует на свет. То есть под действием света вырабатываются такие вещества. Если мы будем выращивать этот гриб в темноте, то наверняка эти вещества не образуются. То есть это такой ответ. Почему это важно, что в последнее время исследуют эти вещества на, скажем так, их медицинскую значимость. То есть, во-первых, они поглощают тяжелые металлы, связывая их. Во-вторых, это антиоксидантная активность. То есть достаточно полезно, если изучат и все это будет достоверно. Будем еще знать, что они еще лечат нас от, например, ухудшения зрения. То есть вот как каротины в растениях, так и вот эти вот вещества в наших доступных грибах. Два вот этих вот подосиновика, белый и белоножковые, они занесены в красную книгу. То есть они достаточно редко встречаются. А подосиновик красный, второй у нас получается, он обычный для нас в сосновых лесах растет. Подосиновик или бабок лисий, ее еще так называют, он встречается очень на большой территории и считается, что циркумбореальный. То есть он встречается и в Канаде, и по всему так называемому зеленому поясу земли. То есть он очень часто встречается. И также мы можем встретить этот же подосиновик на Кольском полуострове. То есть когда грибы выше леса, потому что лес там очень маленький, там береза крельская, иногда 15 сантиметров, а гриб 20 сантиметров. То есть он вот такой вот замечательный. Далее масленок. Масленок очень такой интересный гриб, его очень много изучают, потому что, к сожалению или к счастью для нас, он очень много накапливает тяжелых металлов. И его рекомендуют для посадки, то есть их можно рассаживать, они споры имеют, можно посадить, он вырастет, если мы в сосновом, например, лесу посадим. Для посадки и ремедиации земли. То есть если имеется придорожная сеть какая-нибудь, мы посадим масленок обыкновенный или какой-нибудь другой, и он будет постепенно поглощать тяжелые металлы, связывая в себе. И потом уже когда разложится сам по себе этот гриб, он будет не так доступен для других организмов. То есть он будет выпадать из оборота вот этого живого вещества и тем самым закрепляться. То есть очень будет замедленно вот этот оборот свинца, кадмия и других тяжелых металлов. Поэтому я не рекомендую вам собирать масленок, то есть либо обычный, либо козляк, либо какой-то еще, вблизи дорог или в 30 км от городов крупных или магистралей. То есть гриб очень такой специфичный. Далее. Млечник, горькуша, волнушка, грусть, рыжик, все это один род. То есть вот такой вот замечательный. Далее будет показано. Вот млечник обыкновенный, гладыш, он часто у нас собирается. Поднимите руку, кто горькушу маринует или солит? Так, вы. А сколько примерно вы это делаете? То есть какие объемы? Горькуша. Рекомендую горькушу к засолке вообще, потому что, во-первых, им много этого гриба. Во-вторых, он имеет длительный срок хранения. Он получается такой вот с кислинкой небольшой. То есть если у вас нет возможности готовить волнушки, грузди или что-то, то горькуша как раз вот выход. Ну, например, вот с семьей до 30 литров делаем. То есть вот такой вот гриб замечательный. Далее. Волнушка белая, грузь настоящий, волнушка розовая и грузь черный. Поднимите руку, кто использует какой-либо из этих грибов и какой, если может быть? Да, пожалуйста. В плане черного грузья. В общем-то все собираются и грузь. Ага. Блин. Ну да. С черным так как-то. С черным. А кто черный использует? Поднимите руку. Вот девушка у нас, видимо, любит грибы и использует. А черный грузь, да, действительно, его не все используют, потому что его просто нужно три дня вымачивать. Это гриб из условно съедобных грибов. Если мы три дня вымачиваем, он становится фиолетовым. Как только он стал фиолетовым, его может есть как обычный гриб. То есть у него пищевые вкусовые качества точно такие же, как у груздя белого настоящего. А если из Москвы или Санкт-Петербурга приезжают люди, то они очень довольны и удивляются, что мы некоторые наши местные грибы не собираем. То есть грибники, они не всегда любят этот гриб почему-то. Хотя он массовый, растет в березняках, то есть рядом с березой его можно встретить. В Петрозаводске он есть, естественно, все эти грибы встречены и в Петрозаводске в том числе. Грузь черный, он очень хорошо себя чувствует, потому что имеет особое приспособление именно к жизни в городах. Там это особенность его связывания с древесными растениями. Также скажу, что все грибы, которые мы собираем и видим, они как правило связаны с древесным растением. И если не будет этих грибов, то не будет и этих древесных растений. Потому что за счет грибов, образуя микоризу, можете в интернете посмотреть, почитать, образуя микоризу, гриб дает растению питательные вещества. Потому что растение не может настолько сильно, как гриб, расползая мицелий, поглощать огромное количество питательных веществ в наших бедных почвах. То есть весь северный, скажем так, циркумбариальный, как это можно по-другому еще сказать? Не хватает даже слов. Вся северная зона, она исключительно существует за счет грибов. Грибам очень много лет, они появились еще до наших вот этих вот лесов, до растений. То есть порядка 800 миллионов лет самые первые грибы. А те грибы, которые стали уже вот такие вот похожи на наши, это где-то порядка 250 миллионов лет. То есть они вот так вот образовались, тот облик, который есть. А так сейчас есть находки до 1,4 миллиарда лет грибам. То есть они уже в другой форме, конечно, в клеточной, встречаются очень давно. Вот рыжик, рыжик иловый. Они планируют его и даже некоторые авторы относят к краснокнижным. Потому что в старых изданиях он в Красную книгу внесен. В некоторых соседних регионах он также внесен в Красную книгу. Сейчас у нас в Петрозаводске в Еловых лесах он встречается довольно часто. Вот около Сигмы, кто знает, то есть в Петрозаводсках он встречается. Достаточно такой хороший гриб. Особенность, вы его не спутайте, что он выделяет млечный сок. Он ярко-оранжевый и, как правило, зеленеет через несколько минут. Вот такой гриб. Обычно его ни с чем не спутать. То есть можете спокойно собирать. Очень хороший гриб первой категории. Далее. Сыроежка, подгуздок, валуй. Валуй кто не собирает? Никого. Никого нет из Ленинградской области. Там почему-то он очень популярен. Есть даже любители, которые собирают только валуи. Вот он, кстати, изображен справа. И сыроежка или русло от слова красноватый. Как правило, сыроежки имеют яркие оттенки. Больше всего красных сыроежек. Но есть сыроежки всех цветов радуги по всему миру. У нас желтое, красное, зеленое и много других цветов. Гриб, конечно, второй-третьей категории сыроежки. Но люди у нас собирают. Но больше собирают в центральной России. То есть это вот такой специфический гриб. У нас, так как есть белые волосиновики, у нас это пользуется меньшим интересом. Опенок. Армилярия. Вот здесь другой вариант. Когда называется опенок один по-русски, а всего объединяет три рода. Армилярия, Армиляриэлла и Кюнеромицес. Такой вот вид. Вот. Советую собирать, ну, если, может, нет таких глубоких специалистов, только опенок зимний. Так нет, опенок осенний. Он наиболее типичный из всех пят. Если вы его собираете и научились определять, то есть вот он такой обязательно имеет толстую плотную ножку. Шляпка покрыта, ну, скажем так, чешуйками, мелкими чешуйками. И, как правило, он растет большими группами. Если вы его научились определять и рассматривать, то есть он такой вот здоровый, вот пышет из него здоровье такое вот, то лучше всего его. Если вам кто-то советует другие опята, то лучше не использовать, потому что очень большой риск спутать с другими. Много видов двойников. Вот. Как правило, по отравлениям больше всего отравляются именно ложными опятами. Потом уже идет мухоморы. То есть вот такая особенность. Далее. Лисичка. Контореллус по-латински. Лисичек, оказывается, кто знает, вот лисичек, кто собирает лисички? И кто собирает лисички еще не такие, как обычные? Дальше вы увидите какие-нибудь другие лисички. Вот. Лисичка обыкновенная. У нас есть лисичка серая, желтеющая, трубчатая и ворончатая. Определяются все они по приятному запаху. Он действительно ароматный. Он приятный. И лисичка серая, дальше я покажу. Вот он. Посмотрите. Вот лисичка обыкновенная, серая, желтеющая и трубчатая. Необычный вид? Да. Вот смотрите. Обыкновенная она вот такая вот. Желтая. Можете их всегда разломать вот так вот. На запах попробовать. Они всегда очень ароматные. Отложенная она такая, скажем так, сыростью пахнет. То есть она неприятная. Вы сразу ее выкинете. А вот лисичка серая, она в десять раз ароматнее, особенно если ее высушить, чем наша обычная лисичка. Она также у нас встречается. Все эти лисички у нас. И в Петрозаводске в том числе встречаются. Особенность у них в том, что они особенно хороши высушенными в супах. Вот если кто-то любит запах белых грибов, вот только что приготовленный крем-суп или что-нибудь подобное, то лучше всего лисичка серая. Она вот невероятный аромат. Даже один гриб добавленный суп в крем-суп или что-нибудь блюдо, он будет уже издавать яркий аромат. Какие-то, может, вопросы есть. Быстрые такие. Ну ладно, потом уже. Есть и также условно-съедобные грибы. Такие грибы требуют обработки, варки, сушки, замачивания или каких-нибудь особых, фух, особых, особых, не знаю, особых мер. Сморочки и строчки обязательно нужно варить. Кто вообще выстреляет, скажите? Опять же одна девушка. Это хорошо, с другой стороны молодец девушка. У них есть особенность, что у них есть герметрин. Его нужно обязательно выварить, три раза слить воду, потому что он действительно имеет вредное свойство, скажем так, на организм. И дальше будет это рассмотрено. Черный грудь, горькуши и многие млечники лучше всего вымачивать в воде, то есть три дня, и раз в день менять воду. То есть все хорошо. Если вы это сделаете, вы больше не будете иметь проблем с пищеварением, потому что они содержат горечи, которые могут влиять. Также если у кого-то есть проблемы с печенью и с желчью, то есть кому не нужно много вырабатывать, то лучше не использовать эти грибы. Так, навозники. Навозники и шампиньоны не употребляются алкоголем. Есть определенные, не все, которые мы пищевые употребляем, допустим, из магазина, то это все не относится к ним. А если вы собираете отдельно, то, скажем так, они могут вызвать отравление. Например, экстракт навозника зашивают некоторых, кто любит очень алкоголь, то есть алкоголь и других. Если человек съел, например, суп, то есть жена ему положила нечаянно, как говорится, или специально суп, он думает, ну грибной суп и ничего, но больше он не сможет в течение недели пить алкоголь, то есть его сразу будет выворачивать. Вот этот гриб. Кстати, кто видел этот гриб? Поднимите руку. Многие видели. Вот этот гриб как раз от алкоголя. И смотрите. Мало ли, мало ли, вдруг кому-то использовать. Это официальная медицина, то есть можете почитать, посмотреть. Можете, кстати, даже в суп или в другие блюда. Если начинает гнить, то есть черная такая вот полоса, то уже есть не надо, потому что начался процесс разложения. И хранить его также нельзя, потому что в течение дня он превращается в жидкость. Он разлагается сразу. Его нужно вот взять молодое плодовое тело, самое правое, нарезать и уже можно есть. Поджарить, как шампиньон, такая же обработка. Но никакого алкоголя. Поговорим о ядовитых грибах. Вот мухоморы. Здесь описано грибы и на что влияют. Мухоморы это печень и центральная нервная система. Мухоморы далее будут рассмотрены. Желчный сатаниинский гриб, желудок, печень. Паутинники на почки влияют. Говорушки разложения мышц. Представляете, такое страшное. Трихоломы разложения мышц и на почки влияют. Свинушки разложение крови. Вот свинушек особенно хочу показать, потому что кто-то их ест, их собирают некоторые. Поэтому вот мухомор. Какой, кто знает? Красный. Правильно, мухомор красный, да. Мухомор красный, его так и называют мухомор. Один из самых обстановленных грибов вообще в мире. Именно по северной зоне. Сейчас он у нас активно представлен. Его очень много. Здесь представлен ряд. Хотел отдельно показать. Так, так, так. Изначально он в виде яйца. Почему вот эти точки появляются? Это внешнее покрывало. То есть, когда он растет, покрывало разрывается и в виде равномерного такого распределения точек остается. Иногда дождь смывает, иногда не смывает. Вот почему мухомор в точку. Так, далее. Здесь, кстати, все стадии показаны. От самого начала и до вымирания. Ну, вымирания, как видите, да. Так, далее. Вот такой вот необычный гриб. Это мухомор пантерный. Самый верхний. С ним справа мухомор серо-розовый. Съедобный, кстати. Но не советую, потому что он очень похож на мухомор пантерный. Мухомор порфировый. И мухомор вонючий. Потому что он действительно воняет. Вот. Такой вот специфический гриб. Мухомор вонючий. Он как бледная поганка. У нас в Карелии бледной поганки нет. Официально ее нет. То есть, находок таких нет. То есть, вы не отравитесь бледной поганки в Карелии. Но есть очень опасный мухомор. Вонючий. Вот. Он настолько, скажем так, опасен, что если вы возьмете в руку и потрете, то вы не будете чувствовать, например, боли от артрита. То есть, вот такие. Но использовать его для этих целей лучше не использовать. Потому что на печень он влияет очень сильно. То есть, даже если вы взяли и растерли, уже эффект будет. Это очень специфически опасный гриб. Другие мухоморы гораздо меньше. И считается, что если мы съедим обычного мухомора до килограмма без смертельного исхода, то и у этих 10 грамм. То есть, они такие вот смертельно опасные. Дальше. Желчный гриб. Желчный гриб имеет... Ой, уже начал читать. Извините. Вот. У него сеточка определенная. Он часто встречается. Самое главное, что обратить, это то, что у него темная сеточка на ножке и при надламывании он розовеет. Такой вот. Очень похож. Кто-то на белый говорит в разных местопытаниях. Кто-то на подосиновик, подберезовик. Некоторые вот такие виды, да. Вот. Гриб не опасный. Он не ядовитый. Но он очень горький. Один гриб может отравить, условно так говоря, все блюдо. То есть, все блюдо на сварку или вся варка на смарку. Вот. Такой вот. Как раз один здесь показан похожий на белый, другой на подберезовик. Вот. Далее. Паутинники. Самые наши красивые грибы. И всего их 6000 видов. То есть, они очень разнообразны. Так. Паутинник. Самый интересный и красивый здесь фиолетовый. То есть, у нас встречается такой вот ярко-фиолетовый красивый гриб. Как правило, он больше к южным районам Карелии приурочен. Ну, он действительно невероятно красивый. Вот. Есть его можно, но, опять же, лучше не употреблять. Потому что можно спутать с бело-фиолетовым. Так. Паутинник кроваво-красный. Вот самый нижний. Похож, не знаю, на какую-то маленькую поганку. Он действительно весь красный, ядовитый. И, кроме фиолетового паутинника, здесь все ядовитые. Самый ядовитый – это паутинник красивейший. Наверное, на самом верху. Ну, вот такой вот он. Такой вот, да. Останавливаться долго не буду. Их, говорю, 6000 видов. Есть даже целые отдельные книги, большие, посвященные их определению. То есть, это вот такой огромный-огромный класс, скажем так, группа организмов. Трихоломы и говорушки. Кстати, если вы видите фиолетовый или яркий какой-нибудь гриб, как правило, это паутинник. То есть, если мы его поднимем. Трогать руками можно, но, скажем так, есть уже не стоит. Трихоломы и говорушки. Трихолома зеленая. Кто-то зеленушки собирает? Девушка, я понял. Вы миколог? Замечательно. Вот. Вот зеленушками кто-то путает. Но, как уже говорилось, что Рабдомиолис, так называемый, то есть разложение мышц, могут вызвать. То есть, лучше не путать и не собирать. Далее говорушка восковатая. Тоже очень опасный гриб. Кто-то собирает рядовки. Ну, я думаю, здесь нет таких, кроме вот девушки, наверное, кто собирает рядовки. Вот. Это очень опасные грибы. То есть, они очень похожи. Иногда бывает даже на шампиньоны. То есть, ну, здесь свои особенности. Лучше такие грибы не собирать. То есть, самое главное, что если вы не уверены, то лучше выбросить. И вот как раз свинушка. Тонкая и толстая. Кто-то свинушки, кроме девушки, собирает. Нет. Ну, это замечательно, что никто не собирает, потому что даже знаменитый миколог, к сожалению, через две недели умер после употребления. То есть, он хотел доказать, что как раз нет токсинов, но он умер. Вот. Ну, не будем грустным. Он свой внес вклад в науку. Вот. И теперь больше уже никто не употребляет. И в Европе есть специальные даже публикации, что не стоит употреблять свинушку, потому что она разрушает кровь. И она накапливается. То есть, если вы один гриб съели, а потом еще, 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 то в течение пяти лет может накопиться летальная доза. А свинушка толстая, она менее изучена и менее собирается, так как растет уже на древеских остатках. Образует ведьмины круги. Далее, я думаю, покажу. Вот. Это ведьмины круги из другого гриба. Но, тем не менее, часто грибы, например, у нас в Трозаводске есть опенок луговой, образуют ведьмины круги. Очень интересно, если вы видите круг из грибов, то вот как раз можете так называть, ведьмины круг. Особенность того, что, как правило, эти плодовые тела говорят о том, что граница мицелия как раз расположена вот по этим грибам. То есть, они так выросли, их колония в центре, она разрослась и вот такова их граница. Некоторые ведьмины круги составляют до нескольких километров. То есть, это сотни лет росли и вот в Америке есть даже роща, которая окружена таким вот ведьминым кругом. И рощи несколько тысяч лет и получается гриман, скорее всего, так же. То есть, они, ну, не клонируют, но, скажем так, так развиваются совместно. Далее, вот ведьмин круг из говорушки. Все видно? Вот он такой вот замечательный. Это у нас курган. Ну, спортивный комплекс курган. Вот там можете прогуливаться и видеть такие вот замечательные пейзажи. Ну, правила для грибников. Не знаешь гриба, не уверен, не нужно брать его. Не собирать грибы у дорог, потому что до 30 километров от крупных промышленных центров все-таки серьезная уже концентрация идут. После 30 километров можете уже собирать спокойно. Так, не собирать грибы с утолщением на конце. Это вот про палутинники и про мухоморы. Они, как правило, имеют утолщение и юбочку. То есть, лучше не нужно есть, конечно, съедобные, но лучше не рисковать. Грибы нужно вырывать, а потом уже срезать грязь с ножки, иначе срез гриба может попасть в другой гриб или другой какой-нибудь патоген. То есть, да, есть такое распределенное, что срезать нужно обязательно, но лучше вырвать и уже, потому что, сами представьте, если мы вот оторвем палец, да, то сечение будет гораздо меньше, если мы оторвем по пояс, например, да. Это условно. Пописать, что я гриб, если мы оторвем палец, ничего такого не будет. А если по пояс, то уже серьезно. Вот так же и с грибами. То есть, лучше все-таки вырывать гриб, а потом уже срезать его. Так, если, не дай бог, отравились, то, во-первых, возьмите пищу, которую вы отравились, как вы предполагаете, и сразу в больницу. Потому что, если это мухомор или что-то серьезное, в течение 11 часов не оказанная помощь уже, к сожалению, летальный исход. То есть, это вот очень серьезно. Особенно про мухоморы. Так, благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...